Посланники Космический аппарат «Рассвет» на ионном двигателе – один из наших посланников, посетивший два пояса астероидов в процессе выполнения своей многолетней миссии. Миссия «Рассвет» Люси Макфедден, исследователь Одна из миссий программы NASA Discovery. Она была запущена в сентябре 2007 года и совершила длинные извилистые путешествия от Земли, пролетев мимо Марса к астероиду Веста. На орбите этого маленького скалистого объекта она провела год, составив карту поверхности и определив основной состав и геологические особенности Весты. Затем покинула ее гравитационное поле и провела еще три года в полете к карликовой планете Церера. От Авиана Рюш, исследователь. До того, как космический аппарат «Рассвет» прибыл к Церере, мы считали ее инертным скалистым телом. А вместо этого обнаружили мир, полный загадок и неожиданностей. «Рассвет» находится на орбите Цереры уже более двух лет, обеспечивая нас удивительными видами чужого мира. Загадочные светлые точки на Церере, судя по всему, являются солями, отложившимися на поверхности в результате подземной активности. Подтверждение этой теории, возможно, даст еще один интересный объект, расположенный на планете. «Светлая гора» Ахуна-Монс. Мы тщательно изучили форму горы, и, учитывая то, что мы знаем о вулканических образованиях, мы обнаружили, что форма Ахуна-Монс схожа с вулканическим куполом, состоящим из вискозного материала. Увидев Ахуна-Монс, форму и необычную высоту этой горы, мы сразу же вспомнили об определенных местах Солнечной системы, расположенных в том числе на Земле и на Марсе, где есть купола, сформировавшиеся в результате вулканической активности из очень медленно движущегося густого материала. Однако на Церере настолько холодно, что там не может существовать магма того же типа, что на Земле и Марсе. И мы пришли к заключению, что магма или материя, текущая на Церере, должна состоять в основном из очень соленой воды, которая способна течь при такой низкой температуре, при попадании на поверхность в результате вулканической действий, деятельности. Это вещество замерзает, образуя купол с крутыми склонами. Ахуна-Монс уникальна для Солнечной системы. Других мест с аналогичной структурой в Солнечной системе не существует. Должно быть, эта гора образовалась в результате крио-вулканической активности. Учёные немецкого аэрокосмического центра использовали стереоизображения для создания глобальной цифровой карты поверхности карликовой планеты. Ещё один сюрприз. Работа, опубликованная ведущим специалистом Норбертом Шоргхофером, показывает постоянно находящиеся в тени регионы на Северном полюсе. Они должны быть достаточно холодными, чтобы аккумулировать водяной лёд за длительный период времени. А последующие космические аппараты, вероятно, обнаружат там лёд. В настоящий момент мы изучаем планету Церара, а также другие планеты и маленькие небесные тела внешней и солнечной системы, такие как Плутон и его Луны. Сейчас идёт фаза космических исследований, когда мы изучаем новый класс объектов, и, глядя на них, обнаруживаем, что они также удивительны. И на их поверхности находится множество необычных образований. Эти наблюдения говорят о том, что в недавнем прошлом Церара была активна, и, возможно, активна даже в наши дни. Поэтому чрезвычайно важно отправить космический аппарат к карликовой планете, чтобы лучше изучить поверхности и узнать что-то новое и неожиданное. Космический аппарат «Рассвет» сейчас находится на орбите Церара, на высоте всего 386 километров. Это ближе, чем расстояние от МКС до Земли. Он будет продолжать присылать зрелищные виды. Одна из ключевых технологий, позволивших «Рассвету» добиться успеха, это ионный двигатель. Марк Рэймон, главный инженер. Ионная тяга позволяет нам предпринимать миссии, которые без неё были бы невозможны. Прежние миссии и тесты ионной тяги проводились для обоснования основной технологии, но «Рассвет» воплотил эту технологию в реальность. «Рассвет» — единственный космический аппарат за более чем 58 лет исследования космоса, побывавший на орбите двух внеземных объектов, последних неисследованных миров внутренней части Солнечной системы. И он не только позволяет нам добраться до этих отдалённых небесных тел, но и, оказавшись на орбите, осуществлять маневрирование, чтобы получить максимально возможное количество научных данных. Новые горизонты космоса Наш второй посланник глубокого космоса лишь недавно прибыл к месту назначения планете-гиганту Юпитеру. Юнона — наш самый быстрый спутник на сегодняшний день, достигающий максимальной скорости 265 тысяч километров в час. Он провёл в пути к своей цели почти пять лет и находится на орбите самой большой планеты Солнечной системы, изучая её полюса. Юнона — самый быстрый космический аппарат, когда-либо бороздивший внешнюю часть Солнечной системы. Он первый вышел на орбиту над полюсами Юпитера, и это наиболее хорошо защищённый космический аппарат из тех, что мы запускали. Джек Коннорей — заместитель главного исследователя Юноны. Миссия космического аппарата заключается в том, чтобы буквально обернуть Юпитер плотной сетью наблюдений, полностью покрыв сферу. Для этого нам нужна полярная орбита, проходящая над Северным полюсом, вдоль Меридиана и над Южным полюсом. Мы сделаем это за 37 орбит штатной миссии, и к тому моменту, как закончим программу, корабль пройдёт по орбитам вдоль Меридианов, отстоящим друг от друга примерно на 12 градусов. В целом, внутренняя часть Юпитера почти совсем не изучена. Глядя на него, мы увидели и узнали много поразительной информации о лунах, находящихся на его орбите, и его атмосфере. Стив Левин, учёный проекта Юнона. И об огромных погодных системах, большом красном пятне, поясах и зонах, полосках, проходящих через всю планету, и много чрезвычайно интересной информации. Но это не глубокий взгляд, мы видим лишь процент два верхнего слоя. Всё остальное, касающееся Юпитера и его внутреннего строения, практически совершенно неизвестно. Для того, чтобы заглянуть за облачный покров Юпитера, Юнона оборудована комплексом приборов, в том числе системой гравитационной радиотехники, детекторами плазменных и энергетических частиц, ультрафиолетовыми и инфракрасными спектрометрами и векторным магнитометром. Магнитометр можно назвать усовершенствованным компасом, но в отличие от компаса, который просто указывает направление магнитного поля, наш инструмент сообщает и в каком направлении магнитное поле, и какова его величина. И мы можем измерить его очень точно. Магнитометр Юнона — новинка в длинном ряду магнитометров, созданных здесь, в Центре космических полетов Годдарда, по разработкам, сделанным Марио Акунио много лет назад. Наш инструмент на 1-2 порядка точнее, чем какой-либо побывавший у Юпитера ранее. И, разумеется, часть успеха принадлежит космическим камерам, которые мы способны запустить с помощью сенсоров, таким образом, чтобы определить их абсолютную ориентацию в космосе. Если бы мы не могли определить ориентацию сенсоров так же, как ориентацию космических камер, мы бы лишились точности при измерении векторов. Поэтому у нас есть четыре космических камеры с двумя сенсорами магнитометров. Они должны сохранять одинаковую ориентацию относительно друг друга при чрезвычайно сложных окружающих условиях. Поэтому мы создали так называемую оптическую подставку магнитометра. Это специальная конструкция размером примерно около 1 квадратного метра, сделанная из углерод-корбид-кремния. Этот материал практически невозможно обрабатывать, но после изготовления и сборки сенсоров конструкция действует как единое целое. Благодаря этому мы можем достичь гораздо большей точности. Изучение магнитосферы Юпитера – первоочередная задача. Магнитные поля были загадкой на протяжении тысяч лет. Разумеется, теперь мы знаем, что магнитные поля создаются конвекционным движением электропроводящей жидкости. Хотя мы и можем изобразить магнитное поле Земли с высокой точностью, благодаря спутникам, находящимся на орбите, мы все же не способны разглядеть намагничивание земной коры, происходящее прямо у нас, под ногами. Юпитер – газовая планета, состоящая из водорода и гелия. У него нет намагничной коры, скрывающей движение глубоко внутри. Так что наиболее интересная часть миссии Юпитер – то, что мы впервые сможем увидеть магнитное поле на поверхности планеты, что совершенно невозможно на Земле. Юпитер – еще и планета с самым большим магнитным полем, его магнитосфера огромна. Если бы мы могли увидеть ее очертания в небе, что невозможно, она была бы размером с Луну. Это очень большая магнитосфера. В ходе программы «Вояджер» мы узнали, что магнитный хвост, часть магнитосферы, тянущаяся в противоположную от Солнца сторону, протянулся до самой орбиты Сатурна, и, вероятно, даже далее. Это очень большая особенность нашей Солнечной системы. Жаль, что мы ее не видим. Разумеется, сильное магнитное поле, притягивающее больше радиации, является еще одной проблемой для Юноны. Нас беспокоят два типа радиации. Рик Найбекен, менеджер. Первый, пролетая через радиационный пояс, мы подвергаемся постоянному воздействию, мы называем его поток. Второй, пролетая через радиационный пояс снова и снова, мы получаем эффект накапливания и называем его дозой. Итак, в начале миссии мы летим довольно близко к планете, под ее плоским радиационным поясом, затем мы летим вокруг, но в конце концов мы все чаще и чаще пролетаем сквозь пояс радиации, и уровень полученной радиации с каждой орбитой становится все выше и выше. Таким образом, более 80% радиационного воздействия мы получаем во второй половине миссии. Для меня чрезвычайный интерес представляет возможность заглянуть вниз и увидеть первое четкое, ничем не скрытое изображение того, как выглядит магнитное поле на поверхности генератора, где оно возникает. Всегда невероятно волнующе быть первым человеком в мире, увидевшим что-либо. Сейчас мы получаем возможность первыми взглянуть на поверхность Юпитера и увидеть ее без помех. Новые горизонты космоса Наш посланник к окольцованной планете Сатурн сейчас дорабатывает свой последний год. Его великолепная работа включает в себя сброс зонда на Луну Сатурна-Титан, масштабные наблюдения за Сатурном и его лунами, а также была проведена коррекция миссии для пролета сквозь выбросы водяного пара, обнаруженные на Луне Энцелад. При создании Кассини поиск жизни в океане Энцелада не планировался, но космический аппарат оснащен мощными приборами, которые можно использовать для поиска следов жизнедеятельности, так что мы искали условия, подходящие для жизни. Энцелад — крошечная Луна, но чрезвычайно интересная. С ее южного полюса в космос извергаются целые фонтаны, состоящие в основном из воды и льда. Большинство частиц исходят из четырех крупных разломов, которые мы называем тигринными полосками. Для жизни необходимы три вещи — вода, химия и энергия. Морган Кейбл, инженер НАСА. И в настоящий момент некоторые линии доказательств говорят о том, что на Энцеладе эти три вещи присутствуют. Мы видим следы солей, более того, мы видим органические молекулы, такие как метан, а также углекислый газ, аммиак. Еще Кассини может искать молекулярный водород. Это самая маленькая молекула, существующая во Вселенной. Два водорода, связанные вместе. Эта молекула может рассказать нам о гидротермальной активности, происходящей в океане Энцелада, что очень важно для ответа на главный вопрос, есть ли жизнь на Энцеладе. Миссия НАСА Кассини начала комплекс дерзких полетов, задевающих кольца орбит, скользящих мимо внешнего края основных колец Сатурна. Кассини подошел к ним на максимально близкое расстояние с момента своего прибытия более 12 лет назад. Он займется изучением колец, и мы получим беспрецедентное изображение лун, находящихся на орбитах возле них. Еще более захватывающие орбиты проведут Кассини через F-кольцо, внешнее и наиболее активное кольцо, состоящее из кольца и спиральной пряди вокруг него. Кассини пройдет свою последнюю орбиту уже в этом году и погрузится в атмосферу Сатурна, закончив более чем 11-летние научные наблюдения. Путешествующий более 10 лет на расстояние 5,5 миллиардов километров в космический аппарат новые горизонты наш посланец на окраину Солнечной системы. По дороге аппарат произвел сканирование Плутона и его основной луны – Харона. Краткое свидание принесло гигабайты информации, на отправку которых на Землю ушло несколько месяцев. Изображение Плутона с близкого расстояния добавили много вопросов. Он выглядит гораздо более сложным и геологически активным, чем считалось ранее. Лед, состоящий из твердого азота, формирует множество великолепных и красочных структур и ландшафтов. Аппарат новые горизонты сделал этот цветной снимок Харона в высоком разрешении перед самым сближением. Цветовая палитра Харона не так разнообразна, как у Плутона. Наиболее заметен красноватый регион Северного полюса, неофициально названное пятно Мордора. После такого удачного пролета миссию продлили, чтобы включить еще одно тело, относящееся к поясу Койпера. Новые горизонты прилетит мимо 2014 МЮ-69, объекта пояса Койпера, в настоящий момент находящегося на расстоянии 1,6 миллиарда километров за Плутоном. Новые горизонты космоса Одна миссия подходит к концу, другая вот-вот начнется. Беппи Коломбо – первая европейская миссия к Меркурию, и в настоящее время она находится на стадии подготовки в Европейском центре космических исследований и технологий. Беппи Коломбо состоит из нескольких компонентов в так называемом космическом блоке. Помимо двух орбитальных станций в конструкции присутствует перелетный модуль, содержащий двигатель на солнечной электрической тяге, который доставит миссию к цели. Итак, у нас есть перелетный модуль. Иоганн Бенхоф – ученый, который доставит два наших космических аппарата к Меркурию, содержащий три ксеноновых бака и четыре двигателя. Когда мы прибудем к Меркурию, этот модуль будет сброшен, и у нас останется только два космических аппарата. Эти два космических аппарата Беппи Коломбо, ЕКА и магнитосферная орбитальная станция Меркурия Японского агентства аэрокосмических исследований. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета нашей Солнечной системы. Но несмотря на температуры, достигающие 500 градусов Цельсия, предыдущая миссия НАСА обнаружила свидетельство наличия льда на северном полюсе планеты. Один космический аппарат предоставлен ЕКА. Мы называем его планетарным орбитальным комплексом Меркурия, и он будет в основном сосредоточен на изучении планеты. Мы хотим провести наблюдения, дистанционное зондирование, получить характеристики поверхностей и кратеров, хотим узнать состав поверхности и внутренней части планеты. В дополнение к этому у нас есть второй космический аппарат. Магнитосферная орбитальная станция, более ориентированная на изучение окружающей среды и предоставленная японским агентством аэрокосмических исследований. Миссия Мессенджер обнаружила сюрпризы на самой маленькой планете нашей Солнечной системы. Она открыла больше химических элементов и соединений с небольшими кипящими частями, известными как летучие вещества, чем ожидалось. Мессенджер занимался в основном изучением региона Северного полюса, тогда как Беппи Коломбо и его приборы покроют всю планету, также изучив и гравитационное поле. Одна из особенностей Меркурия состоит в том, что он единственная планета, не считая Земли, обладающая дипольным магнитным полем. Мы хотим понять, как магнитное поле Меркурия взаимодействует с Солнцем. Это чрезвычайно важно для нас, так как поможет изучить взаимодействие с Солнцем магнитного поля Земли. Множество спутников, расположенных на орбите Земли, подвергаются воздействию солнечного ветра, так что если мы сумеем получить данные о процессах, происходящих на Меркурии, мы сможем лучше понять происходящее на нашей планете. Полет Беппи Коломбо был отложен из-за незначительных сложностей с оборудованием, и сейчас запуск назначен на ближайшее время, с ожидаемым прибытием к Меркурию в 2025 году. Также НАСА подтвердила полет миссии Клиппер Европа с комплексом приборов. Запуск должен состояться в начале 20-х годов. Эта миссия будет сосредоточена на Юпитерианской луне Европе. Считается, что под ее ледяной поверхностью скрывается огромный океан воды. Близости Европы к Юпитеру и ее скоростная орбита приводят к растягиванию и сжиманию Луны под действием сил гравитации, благодаря чему происходит нагрев внутри кары планеты, что помогает поддерживать океан в жидком состоянии. Изучение поверхности с близкого расстояния также говорит о том, что движение льда на поверхность сходно с движением ледников и может привести к возникновению озер из жидкой воды близко к поверхности. Еще одно место для поиска ускользающих признаков жизни.